Всем здравствуйте. Немного времени на сборы. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу реакции, реакции видно, слышно. Привет, привет. Сегодня у нас тема педикюрные покрытия. Сейчас будем пояснять, разъяснять. Очень важная тема, очень актуальная тема. Тема по новинке и по... не новинке. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Всем привет. Все ок, здорово. Так, ну еще буквально минуточку. Буквально минуточку. Присоединяемся очень активно. Здорово. Очень хорошо, что у вас есть свободное время. Вы знали, что будет эфир полезный по педикюру. Запланировали это время. Молодцы. Да, поддайте огоньку, сердечек. Так, ну что, о чем сегодня пойдет речь? Речь пойдет о педикюрных покрытиях. Чтобы покрытие было полезным, чтобы оно не вредило. Для этого, конечно, существуют различные варианты. Все, конечно, знают о том, что ногтевые пластины на ногах, да, выдерживают очень большие нагрузки. И, соответственно, очень часто сдавливаются, да, подвергаются, опять же, при ходьбе сдавливанию, трению очень сильному. И, конечно, каждый специалист, он обеспокоен таким вопросом, как сделать такое покрытие безопасное, чтобы не навредить своему клиенту или не вредить своему клиенту. Вот. Компания Эми выпустила такие продукты. Соответственно, мы сейчас будем пояснять, да, какие особенности у этих покрытий существуют, да, и как с ними работать. То есть эфир сегодня еще и практический. Соответственно, то есть я сейчас немного поговорю и покажу, да, то есть как наносить, то есть с нюансами, с нюансами. То есть первый продукт, о котором мы будем сейчас говорить, это педикюрная база. Педикюрная база. База легкосъемная. Легкосъемная. Это значит, что ее, конечно же, можно корректировать, но вообще она была создана для того, чтобы ее снимать растворением. В составе, ну, это гибридная база, в составе присутствует лак, соответственно, то есть что и позволяет базе раствориться быстро. Но такая категория база, она, как правило, идет под таким названием, наименованием, да, как изи соков, то есть легкосъемная или быстросъемная. То есть растворимая. Вот. То есть это гель, по сути своей, то есть вы можете, ну, и должны, конечно же, сушить в лампе. Да, но при этом, при снятии вы можете использовать жидкость, да, то есть забелив немножечко топ, да, завернуть в фольгу с ваточкой, смоченной в жидкости для снятия гель-лака и, соответственно, оставить там на 5-10 минут, в зависимости от того, сколько у вас там цветных слоев, да, то есть аккуратно счистить. Что это нам позволит? То есть, когда мы счищаем гель-лак, то есть не спиливаем, а именно же растворяем, исчищаем, ногтевая пластина наша не истончается. Она, конечно же, не за одну процедуру истончится, да, то есть при неоднократном, да, снятии фрезой, конечно же, касание фрезой натуральной ногтевой пластины происходит. Как бы вы аккуратно ни работали, в любом случае, какую-то отслойку вы всегда запиливаете, да, и касание к ноготочку всегда присутствует. Поэтому раз за разом, шаг за шагом, да, то есть от педикюра к педикюру, да, то есть ногтевая пластина, так как она срастает у нас медленно, да, чем на руках, соответственно, там каждые 3 недели, каждые 4 недели, если клиент приходит на педикюр, да, на покрытие гель-лак, да, при спиливании, то есть ноготь в любом случае будет истончен. Вот, поэтому, конечно, то есть из-за страха истончить, да, угробить ногтевую пластину, спровоцировать у них ализис, да, там расщепление, деформация и так далее, конечно, система растворения, то есть она и создана для того, чтобы сохранить целостность ногтевой пластины. Согласны, я думаю, да. Конечно, в состав еще плюс добавлена такая добавка, которая называется толнафтат, это противогрибковый компонент, соответственно, то есть база еще идет в категории как профилактическая, то есть, соответственно, да, то есть она предназначена для сохранения здоровья ногтевой пластины нашего клиента. Вот, что мы должны знать об особенности нанесения? База не предназначена для выравнивания, то есть у нас есть базы для выравнивания, допустим, медиум базы, да, это может быть бейс-гель, ну, если смотреть по линейке именно гель-лаковой в ЭМИ, соответственно, если ногтевые пластины требуют выравнивания, вы можете воспользоваться базами для выравнивания, то есть, ну, моделирующие базы гель-лаковые. Вот, если вы хотите педикюрной базой выравнить поверхность, соответственно, здесь лучше воспользоваться таким способом нанесения, как нанесение в два слоя, то есть первый слой нанесли, просушили в лампе две минуты, далее нанесли тонко второй слой, поставили в центр капельку, распределили и также высушили две минуты. То есть, если вы с первого слоя выполните выравнивание, база может не просохнуть, это может привести к отслоению материала от ногтя. Вот, поэтому здесь как бы момент такой, база предназначена для ногтей тонких, для ногтей слоящихся, для ногтей, которые выпуклые, допустим, крупные, ногти, которые в обуви сдавливаются, но клиент хочет покрытие долговременное, база очень эластичная, да, поэтому, когда ноготочек, да, то есть при ходьбе сгибается, база будет повторять движение за ним. Поэтому ногтевые клеточки не будут подрываться в процессе вот в носке с гелем, да, с базой гель-лаковой, педикюрной, и когда вы будете снимать, то есть ноготочек будет абсолютно целостен, без разрушений, знаете, вот как вот полосочками такими зачастую разрывается ноготок после снятия, то есть, ну, это видно, как правило, да, при коррекциях. Вот, поэтому в данном случае, то есть мы ее можем рекомендовать клиентам, которые, допустим, хотят гель-лак, но переживают, что будет очень сильно давить, да, то есть хотят гель-лак, но знают, что вот ноготочек у них такой мягковат, и, соответственно, то есть переживают, что, допустим, гель-лаки с эффектом моделирования могут, допустим, там, передавить или спровоцировать, там, у них ализис тот же, да, или они знают, что так уже было, и они переживают, что опять начнут покрывать, и, соответственно, да, то есть проблема вернется, ну, то есть вот эти вот моменты. Вот, то есть можно предлагать педикюрную базу как основу под цвет, опять же, гель-лаковый. Вот, что касательно нанесения, то есть мы перейдем к практике, и я покажу, как наносить педикюрную базу. Вот, потому что есть вопросы, допустим, по нанесению, то есть и вот в процессе нанесения, то есть мы этот вопрос закроем. Так, что касательно однофазного геля для педикюра, не путайте с базами, это не база, базами можно моделировать, правильно? У нас есть база Ace Base, у нас база есть Fiber, да, они цветные, они классные, да, у нас есть базы, там, с первой по тринадцатую, да, они все моделирующие гель-лаковые базы, да, соответственно, вы ими можете и удлинить, вы ими можете, да, и форму, ноготочку придать, и даже как укрепление выполнить, правильно? Правильно. Однофазный гель-лак для педикюра, это гель-лак, обладающий свойствами базы, цвета и топа, облегчающий работу мастеру. Смотрите, какие классные цвета, какие классные цвета. То есть, если мы говорим, да, о том, что это не база, это значит, что мы ими моделировать не можем. Не можем удлинить, не можем укрепить, не можем, да, там, какую-то архитектуру построить, не можем, не предназначен этот материал для выполнения данных функций. Что вы можете получить с помощью этих прекрасных, потрясающих литних цветов? Вы можете получить быстрое покрытие, вы можете получить тонкое покрытие. Опять же, для педикюра была создана данная линейка. Опять же, запрос был какой? Мы не хотим, чтобы наши клиенты долго сушили лак. Мы не хотим, чтобы наши клиенты испытывали дискомфорт в обуви. Мы не хотим, чтобы у них ализис был у клиента моего на ногах. То есть, вот он был запрос, и под этот запрос была разработана линейка для покрытия именно в педикюре. Соответственно, да, то есть, если мы хотим, чтобы у нас все вот эти вот сработали, да, наши желания, да, то есть, есть правила нанесения, использования материала в работе. В данном случае, смотрите, по консистенции очень комфортные, легко наносятся, поэтому и новичок может справиться, да, и, соответственно, бывалый специалист. Наносить удобно и кистью из флакона, и отдельной кистью. То есть, я варианты, опять же, покажу. Переживаете за кисть из флакона, там, неудобный, там, валики высокие, там, специфика какая-то по форме есть, допустим. Можете воспользоваться отдельными кистями. Я вот для примера подготовила такие кисточки, которые всегда использую. Да, то есть, у нас есть плоская округлая кисточка номер 6, допустим, номер 4 можно использовать. И тоненькая линеарная кисточка опять дробь 0. То есть, вот, две эти кисти всегда у меня в педикюре, так как и в маникюре, собственно, под рукой находятся, потому что, ну, удобно распределить, тонко распределить. То есть, кистью из флакона всегда толсто получается. Поэтому, конечно, если вы нанесете двумя толстыми слоями, слои могут не просохнуть. И, конечно, то есть, вы можете, допустим, там, вот эту гармошку, кукошку, допустим, да, получить. Вот, либо при, допустим, уже корректировке, да, то есть, можете в лужу ворваться, да, то есть, такой вариант может быть. Вот, поэтому, конечно, здесь вариант какой? То есть, нужно это учитывать, да, то есть, и при нанесении, да, ну, как бы обращать внимание, да, то есть, какого количества, да, то есть, слои вы наносите. Вот, по плюсам, конечно, однофазный гель-лак трех, да, там, фазной системы отличается тем, что это по времени очень экономично для клиента, для мастера. Соответственно, то есть, если клиент, допустим, там, либо опоздал, да, то есть, либо есть такой, там, вариант, да, там, по времени какие-то ограничения, но хочется, чтобы покрытие долговременное было, да, соответственно, то есть, однофазный гель, то есть, для этого идеально подойдет. Следующий момент, для плотных ногтей, да, опять же, то есть, три ступени нанесения, то есть, ну, это, грубо говоря, четыре слоя, да, потому что два слоя цвет будет. А здесь вы получаете, то есть, базу наносить не нужно, только цвет, получается, идет в два слоя тонких, да, потому что цвета очень насыщенные, то есть, очень пигментированные, поэтому, когда вы тонко наносите, то есть, слой на слой, то есть, вы получаете очень яркий, насыщенный цвет. То есть, он не полосит, то есть, он не плешивит, да, то есть, никакой вот там, вот, полупрозрачности там не будет. И, соответственно, конечно, то есть, это будет очень яркий педикюр, да, то есть, там, до следующего педикюра. Вот, не тускнеет, соответственно, яркий блеск будет на протяжении всего времени ношения, но единственный нюанс, то есть, вы должны учитывать, то есть, если клиент все-таки, там, периодически наносит, точнее, носит закрытую обувь, конечно, от обуви есть вот этот вот момент, может затираться поверхность. Но я в эфире уже, когда презентацию делала по гелям однофазным, я говорила о том, что, в принципе, то есть, если мы хотим, чтобы блеск, яркость была, можно любым прозрачным лаком покрыть, и вы просто усилите блеск, ну, если вдруг, допустим, там, какой-то нюанс произошел. Вот, то есть, ну, это не страшно, это все, как бы, исправимо. Вот, ну, если мы говорим о лете, если мы говорим о открытой обуви, соответственно, то есть, в данном случае, то есть, клиент ходит, гель блестит, вот. Так, по особенности нанесения немножечко, смотрите, в данном случае, то есть, структура, структура, ну, я вот один возьму, мы сегодня будем желтенький покрывать, желтенький. Вот, структура, даже я вот потяну, то есть, она достаточно, смотрите, комфортная, то есть, она не течет, да, то есть, там, капельки, видите, не спускается, то есть, она достаточно такая вот, знаете, как красочка, что ли, да? Вот, поэтому, когда вы мазочек первый делаете, то есть, он остается на месте, то есть, он сильно, вот, там, не убегает от вас. Это если вы поставите очень густую каплю, вот густая капля, она сразу от вас начнет убегать. Поэтому мазочки должны быть равномерные, они должны быть тонкие. Что касательно, допустим, тонких хрупких ногтей. Вот здесь, конечно, нюанс. То есть однофазные гели для педикюра, для тонких хрупких ногтей не подходят. Вот для плотных ногтей, да, для ногтей, допустим, у которых есть унихолизис, для того, чтобы этот унихолизис дальше не передавливать и не провоцировать его в своем движении, соответственно, да, конечно, это будет показанием. Но если ноготок тонкий-хрупкий, вот для тонких хрупких ногтей, как основу мы используем педикюрную базу. То есть это что нам даст? Это нам даст укрепление для тонкого хрупкого, но это не даст, знаете, такого утяжеления, сильно скручивающего и перегружающего ноготь. То есть тонкий-хрупкий ноготь, да, то есть при движении будет тоже совершать движение. То есть мы идем, ноготь, да, то есть он тоже движение повторяет. И гель будет повторять движение за ним. То есть они будут вместе, да, друг друга дополнять. Но при этом натуральный ноготь разрушаться под педикюрной базой не будет. А однофазный гель, если вы на тонкий-хрупкий ноготь нанесете, то вот здесь может произойти такой вот нюансик. То есть может лопнуть натуральный ноготь. Ну то есть видите, какая штука. То есть есть вот две у нас, да, позиции в педикюре для покрытия. Соответственно, то есть нужно просто проанализировать состояние ногтя нашего клиента и для него подобрать наиболее лучшее. То есть если, допустим, говорить о тонких-хрупких ногтях, то есть как я поступаю. То есть педикюрная база, вот она, прозрачная, идет как основа. Далее я могу выбрать из палитры прекрасных, насыщенных, просто потрясающих ярких цветов, цвет, нанести его два тонких слоя. И, соответственно, то есть сверху я уже могу не покрывать топом, потому что в данном случае, да, то есть здесь у нас позиция идет как база цвета топ. Но у меня тонкий-хрупкий ноготь, поэтому подложку, да, подложечку, основу я все-таки сделаю педикюрной базой. Так, ну что, мы можем переходить уже к, собственно, практике. У нас подготовлена модель, очень интересная модель, вот как раз-таки, да, тот вариант, когда у нас есть у нихолизис, и мы не хотим его перегружать. Но при этом у нас ногтевая пластина крупная, достаточно плотная, что, собственно, и спровоцировало у нихолизис, да, потому что ношение закрытой обуви зачастую становится именно таким последствием для таких ногтей. Так, сейчас я переключу на ножки. Оп, есть. Так. Ну, соответственно, смотрите, да, то есть вот у нас у нихолизис, то есть, но у нас здесь все в порядке, то есть уже давным-давно было установлено, что у нихолизис в этом случае это результат ношения закрытой обуви узкой, ногтевая пластинка, смотрите, имеет выпуклую форму, это вот для мастеров, которые будут сейчас очень сильно переживать, что вот у нихолизис, покрывать нельзя. Покрываем. На совести клиента все, потому что клиент просит об этом постоянно. Но мы контролируем, мы следим, соответственно, да, то есть все своевременно снимается, заменяется, профилактика, конечно, не игнорируется. Вот. У нихолизис чистый, ну, немножко может бликовать от камеры, но вообще он прозрачненький, чистенький, то есть не имеет никаких у нас таких патологических изменений. Вот. В этом случае, вот как раз-таки, когда у нас ногтевая пластина, смотрите, достаточно плотная, но есть особенность у нихолизис, соответственно, что мы можем сюда предложить нашему клиенту, потому что мы переживаем, что наш прекрасный у нихолизис может увеличиваться, да, мы можем предложить как раз-таки однофазный гель-лак для того, чтобы снизить риски давления в обуви. Это будет долговременное покрытие, да, это будет яркое, глянцевое, блестящее, соответственно, то есть не скручивающее, не утяжеляющее, не провоцирующее у нихолизис. То есть вот он вариант как раз-таки, да, то есть для клиента, да, то есть который хочет гель-лак, но у него вот он не холизис, да. Если бы у меня не было однофазного геля для педикюра, то есть в этом случае я бы клиенту рекомендовала и покрывала, и покрываю лаковое покрытое, то есть гель-лак я не делаю, потому что три ступени, да, то есть база, то есть основа, цвет, два слоя и топ, это, конечно, очень сильная нагрузка. Вот в этом случае. Так, как мы подготавливаем ноготь? То есть мы педикюр уже сделали заранее, поэтому мы сейчас обезжирим ногтевую пластину. Наносить или не наносить ультрабонд, нейл-пред, то есть это в данном случае моменты такие, то есть, ну, для меня это необязательные условия, то есть я в педикюре, допустим, ни ультрабонд, ни нейл-пред не использую. Ну, в редких случаях, когда у меня, допустим, есть момент, там, влажный ноготь, влажная кожа, да, там, клиент очень часто ходит с закрытой обувью, да, там парниковый эффект формируется. Для перестраховки или там новый клиент, то есть я не знаю, как там себя ногти поведут при покрытии, да, первичный клиент, то есть мы еще не знакомы, да, это обзнакомство у нас происходит. Вот, в этом случае для перестраховки, конечно, то есть нанести, допустим, там, ультрабонд, ну, я нанесу, то есть перестраховываюсь. Вот, если же это у меня такой клиент бывалый, то есть я с ним уже достаточно долго работаю, то есть у меня сразу этап идет, допустим, там, база, цвет, топы, да, или в однофазной системе, то есть я сразу после обезжиривания перехожу к нанесению, к нанесению. Так, как наносится? Так, вот, шестой цвет, желтый, будем и сейчас наносить. То есть если вы переживаете, что нанесение с кистью из флакона, то есть вот она, кисточка из флакона, хорошо видно всем? Смотрите, даже вот с первого мазочка, то есть вот я просто вот, да, вот мазочек распределяю, обратите внимание, как комфортно, то есть он не течет, то есть распределяется очень комфортно. Тоненький слой. Не надо сразу, допустим, там, распределение вести от кутикулы, то есть распределите в начале материал по самой видимой части ногтевой пластины, то есть вот она, самая видимая часть, самая доступная для кисточки. Смотрите, равномерно, то есть распределяем, распределяем, растягиваем равномерно. Это гель-лак, это не лак, соответственно, вы можете водить миллион раз кисточкой по поверхности, пока вот не добьетесь равномерного распределения. Смотрите, тонкое нанесение сразу же подчеркивает полностью, вот, смотрите, структурку ногтевой пластинки. Да, то есть есть бороздочки, то есть мы видим, да, что у нас нет такого выравнивания дикого ногтя, да, что у нас он гладкий-прегладкий. То есть мы видим, да, что он отшлифован, но при этом он не истончен, то есть вот толщина норма. То есть по бороздочкам, вот они бликуют, я думаю, что видно хорошо, посмотрите. Далее, что делать непосредственно с периметром, обратите внимание. Кисточку под уголочек поставила и аккуратненько, медленно заводим гель-лак под кутикулку. У кисточки торец круглый, поэтому когда вы ставите ее на уголочек, на, получается, кончик кисточки, она вам идеальный отступ рисует. Но если, допустим, ноготочек подкрутился где-то сбоку, валик высоту имеет, возьмите тоненькую кисточку и аккуратно заведите гель-лак. Так, тоненькая кисточка, тоненькая кисточка. Так, сейчас, секундочку. Небольшое количество набрали на кисточку, поставили на ноготочек капельку. И тоненько можно подрисовать, если вот прям хочется очень сильно прям под кутикулу-кутикулу зайти. Вот и заходим, аккуратно распределяем тонко-тонко-притонко. Не течет. Смотрите, вот сколько я уже вожу кистью, сколько я там отвлекаюсь, да, то есть там на разговоры, на всякие дела. То есть никакого течения материала не наблюдается. То есть все равномерно распределили. Распределили, растянули, все равномерно должно быть. Никаких капель не ставим, никакого выравнивания с первого слоя не нужно. Не делаем. То есть два тонких, однородных слоя должно быть. Так. И сушим две минуты. Ни одну, ни 30 секунд. Две минуты сушим. И у нас все просыхает, и у нас все сцепляется, и у нас все держится, и держится до 4 недель. Конечно, есть разные нюансы. Конечно, мы не можем за каждого клиента своего, скажем так, отвечать, как он ходит, где он ходит. Посещает ли он бассейн, да, есть ли у него такой момент, да, там, гидрозности, сильно он выражен, сильнее он выражается, допустим, в обуви. Есть такие нюансы, да. Но это особенности, это индивидуальные особенности. Поэтому у большинства клиентов, конечно же, то есть педикюрные, однофазные гели будут держаться идеально. И только лишь у одного человека, да, то есть может произойти какой-то аномальный момент, потому что сложились какие-то обстоятельства, да, то есть агрессивно воздействующие на, собственно, покрытие. Повышение температуры, опять же, это и в обуви может быть, это, допустим, там, горячие ванны, там, ежедневные, да, то есть там какие-то, опять же, среды, которые могут именно на отслоение материала от ногтевой пластины повлиять. Первый слой мы просушили. Переходим к нанесению второго слоя. Делаем все то же самое, то есть кисточки, излишки убираем, чтобы на кисти вообще лишних капель никаких не было. Вот она кисть пропитанная должна быть, даже можно еще больше убрать. И опять же, вначале перекрываем, да, то есть самую видимую часть, прям распределяем, распределяем, распределяем. Наша задача не создать утолщение поверхности, наша задача сделать ровное покрытие, которое будет препятствовать утяжелению ногтевой пластине. Двигаемся к кутикулке, двигаемся к кутикулке, ноготь какой широкий, прям одно удовольствие покрывать. Так, распределяем. Излишки все сгребаем, убираем, так, распределяем. Тоненькую кисточку возьмем, аккуратненько доведем по границам под кутикулкой, чтобы все равномерно было, красиво. Так. Опять же, если ноготочек имеет какие-то неровности, то есть какие-то дефекты присутствуют, тогда, конечно, то есть тремя тонкими слоями вы можете воспользоваться. Но это, опять же, это ногти исключения, вы же должны это понимать, то есть, если мы работаем с нормальной ногтевой пластиной без особенностей, то с ней, соответственно, да, то есть и процесс будет, ну, стандартный, стандартный процесс. То есть, вот оно распределение. Сейчас мы немножечко дадим ноготочку, да, распределить материалу, точнее, по ноготочку распределиться. И можно сушить. Цвет называется yellow номер 6. Еще раз, смотрите, это легкосъемный гель-лак. Соответственно, смотрите, с такими средами, как парниковый эффект, повышение температуры, частое размачивание, замачивание в воде, то есть ножны и ванны, там, посещение бассейна, допустим, да, там, с хлорочкой, со всеми делами, да. Следующий момент, то есть, если у вас, допустим, идет терапия, антифунгал, тоже, смотрите, вот, будет очень чувствительный к таким жидкостям. То есть, может спровоцировать отслоение материала. Может спровоцировать. Первый, второй слой сохнут по 2 минуты. 2 минуты. Я очень тонко сейчас наносила, поэтому мы сейчас торец посмотрим. Ну и, соответственно, да, то есть, вы видели, ногтевая пластинка, да, то есть, она бороздочки имеет. Соответственно, конечно, то есть, когда тонкий слой мы покрываемся, бороздочки, да, то есть, они проявятся. То есть, если мы хотим, чтобы покрытие, да, то есть, у нас таким равномерным было, то есть, допустим, третий слой, то есть, ну, третий слой какой, то есть, как и первый, как и второй, они будут тонкие. То есть, если вы будете наносить, там, одним или двумя толстыми слоями, конечно, материал не просохнет, сколько бы вы его не сушили. Он пленочкой сверху возьмется и все. Еще один момент, смотрите, то есть, если кукожится, допустим, да, если сходит, причина чаще всего еще может таиться в слабых диодах лампы. Поэтому здесь как бы момент, конечно, то есть, если вы используете в работе такие, ой, ну, дешевые, что ли, лампы, то есть, которые там, я не знаю, 3 копейки стоят, да, Ну, то есть, их там для дизайнов, для каких-то тренировок вы можете использовать, но в данном случае для постоянной работы я бы их не рекомендовала. Вот. Вопрос был про пяточки кутикулы. У нас эфир сегодня по базам и цветам для педикюра, однофазные, в данном случае, гель-лаки. Мы сейчас показали уже, посмотрите, да, вот он торец, да, то есть, мы видим толщину ноготочка и, соответственно, мы видим очень тонкое покрытие гель-лака однофазного. Мы очень видим глянцевый блеск, посмотрите, как бликует лампа. Класс. Вот, и мы видим очень-очень насыщенный, ну, в данном случае мы желтый покрыли, солнечный, яркий, летний оттенок. Так, далее я покажу нюанс нанесения педикюрной основы. А, да, да, педикюрная основа. Так, прекрасная модель. Вторая мне нога твоя нужна. Ну, можешь эту опустить, например, а вот эту сюда поставить. Да, вот. Так, ну, тот же самый момент, смотрите, да. Вторая нога. Ногтевая пластина крупная, выпуклая. Да, если наносить, допустим, в педикюре именно сосновой покрытие, тоже у нас есть момент, да, то есть там давление в обуви формируется от соседнего пальца, формируется, да, то есть вот отделение ноготочка, да, отслоение ноготочка, у нихолизис. Вот, соответственно, да, то есть если мы не покрываем, допустим, однофазным гель-лаком, да, то есть хотим, допустим, использовать тоже вот безопасное покрытие, которое не будет скрючивать ногтевую пластину, утяжелять ногтевую пластину, да, то есть хотим использовать в работе именно педикюрную основу. Педикюрная основа эластичная, то есть она не скручивает ногтевую пластину. Ее классно использовать для ногтей, допустим, с бороздочками, там, с ямочками, с какими-то там поверхностными деформациями, допустим, да, допустим, как профилактика грибковых, допустим, есть такие варианты, когда клиент говорит, там, у меня было, там, инфекционное поражение, я полечила, долго лечила, и вот теперь я переживаю очень сильно, я не хочу, чтобы мне ноготь травмировали. Вот, основа педикюрная, она легкосъемная, соответственно, то есть ее можно снять путем растворения. Это первый, опять же, да, то есть плюс в педикюре, потому что не нужно будет запиливать до натурального ногтя, и не нужно бояться, что натуральный ноготь со временем, да, становится тоньше, то есть растворяя, мы препятствуем истончению ногтевой пластины. Есть такой момент. Опять же, удобно наносить, потому что консистенция, допустим, так, сейчас я вот так немножечко сделаю, смотрите, консистенция, она не жидкая, то есть она тоже такая, смотрите, тянется, то есть когда вы покрываете, то есть она за ноготочек, она за ноготочек цепляется, и, соответственно, то есть она на ноготочке стоит, держится, не течет. Вот, поэтому ее, конечно, очень удобно использовать в педикюре, потому что когда жидкими, допустим, гель-лаковыми базами пользуемся или пользовались, допустим, вот этот вот нюанс, когда там берешь, чтобы выровнять, да, то есть там и не успеваешь посушить, а она уже куда-то убежала от тебя. Вот, поэтому в данном случае, да, то есть очень удобно использовать педикюрные базы, нанося сразу на 5, допустим, ноготочков, да, и не переживать за то, что он куда-то убежит, сместится. Так, обезжирили ногтевую пластину, тоже, опять же, я ультрабонд, нейлпреп я не наносила, то есть сразу перехожу к покрытию. То есть вот я распределяю, обратите внимание, да, то есть мазочки такие достаточно комфортные, смотрите, ничего никуда не убегает, вот оно на поверхности, вот. Так, аккуратно сейчас распределим. Тоже для удобства, то есть если ноготочек, вот как здесь немножечко, да, то есть там валик как подзакручивается, конечно, то есть брать дополнительную кисть и аккуратно, да, прокрывать, допустим, рядышком с боковым валиком границу, конечно, лучше кистью не из флакона, а отдельной кистью, то есть линеарную кисточку взяли, опять дробь 0 и аккуратненько, да, эти границы прокрыли. Что касательно, допустим, выравнивающего момента, смотрите, здесь выравнивание ни в коем случае нельзя выполнять, потому что ногтевая пластина выпуклая, то есть если я здесь сделаю выравнивающий, допустим, слой, это приведет к тому, что, ну, конечно, то есть это нагрузка, зачем? То есть, ну, в обуви в любом случае, да, он же не желе, да, то есть на которое ты надавила, и оно продавилось. Нет, то есть, конечно, это будет перегружать. Вот, но если посмотреть, смотрите, то есть очень все гладенько, то есть ни одна бороздочка в данном случае, да, то есть нам не видна она абсолютно, смотрите, у нас сгладилась, то есть гель педикюрный, основа педикюрная, да, база педикюрная, она обладает самовыравнивающим эффектом, поэтому, конечно, это очень большой плюс, то есть который исключит вот эти вот нанесения лишних слоев, да, постановку этих капель, которые на выравнивание. Вообще в педикюре запрещено выравнивать ногтевые пластины, то есть нужно максимально естественно все оставлять для того, чтобы уберечь клиента от последствий, да, вот этих выравниваний безумных. Сушим в лампе 2 минуты. Сушим в лампе 2 минуты. Не 30 секунд как бы из гель, да, то есть зачастую сушим. 2 минутки. То есть и тогда у вас полностью все просыхает, все сцепляется, все держится. Все замечательно носится на протяжении там до 4 недель. Материал требует замены, потому что ноготь растет, да, длина смещается, да, соответственно, конечно, то есть это одна из нагрузок, да, и причин, допустим, которая может привести к неприятным ощущениям, да, или последствиям. Следующий момент, опять же, ноготь, он роговевает, и когда проходит, допустим, там 3-4 недели, то есть естественно, материал может отслоиться, опять же, ноготь же отслаивается сверху, роговение же происходит, соответственно, то есть появляются отслойки. То есть это естественный процесс. Почему это не учитывается? Это должно учитываться. Это нужно обязательно объяснять клиентам, чтобы клиент понимал степень, ну, как скажем, да, то есть там вероятности отслойки. Опять же, все клиенты разные, то есть если вы знаете, что у одного клиента, да, то есть там вероятность того, что он там переходил, переносил, да, и так далее присутствует, ну, обсуждайте это с клиентом, да, договаривайте с клиентом, пробуйте другие варианты покрытия, переводите на лак, ну, или на однофазный гель. Ну, сейчас в покрытии проблем нет, то есть покрытия очень много, то есть нужно просто каждому клиенту подобрать из стен на то покрытие, которому будет больше подходить. Вот, если я, допустим, захочу цвет нанести, да, то есть я также могу воспользоваться, смотрите, я могу воспользоваться однофазным гелем, как цвет, но при этом не использовать топ. Могу я так сделать? Могу, нет у меня никаких препятствий для этого. Стоп. Цвет. Цвет. Еще раз, смотрите, если у клиента ногтевая пластина хорошая, добротная, плотная, выпуклая, однофазный гель-лак, идеально для такого клиента подойдет. Если у клиента ноготочки тоненькие, хрупенькие, тряпочки, вначале педикюрную базу наносим. Далее можно как цвет использовать однофазный гель. Ну или опять же той системой работать, как работали, допустим, да, педикюрная база, далее два слоя цвета, если это не однофазный гель-лак, соответственно, да, цвет всегда перекрывается топом. Всегда. Для закрепления, для... Ааа... Для чего? Заболталась. Для глянцевого блеска, да, то есть для эффекта. Ну, в целом, в первую очередь для закрепления. Так, сейчас мы здесь аккуратно периметр прокроем. Продолжение следует... Сушим. Сушим. Можно? Есть по-прежнему? Я не вижу ничего. Вот она сделала, не очень. Так, пока сушим, посмотрим, какие вопросы. Спасибо за сердечки. Так, так, так. Всем все понятно. Так, ой, не убежала я никуда. Ну, вроде бы. Всем все понятно, все внимательно слушают. Так, слушаем. Так, слушаем. Две минуты. Опять же, причина отслойки. Причина того, что у вас материал кукожится, там гармошку собирается. Там не просыхает. Смотрите, смотрите, первая причина. Не досушили. То есть, очень сильно быстро поторопились, решили, 30 секунд будет достаточно, все застыло, все хорошо. Клиент не успел дойти до дома, и весь гель-лак у него будет в обуви. Поэтому, если мы работаем с покрытиями для педикюра, нужно учитывать особенность легкосъемность. Поэтому наносятся они классно, комфортно. Они и носятся также продолжительно и долго. Но распределение тонкими слоями, просушивание в лампе 2 минуты. Снимать можете, конечно, и пилками, и фрезами можете снимать. Но изначально линейка была предназначена, именно разработана для педикюра с целью снятия растворением. Поэтому это легкосъемная база. То есть, предназначена для снятия жидкостью. Жидкостью. Так. Жидкостью. Пока я довожу границы, смотрите, поверхность у меня уже самовыровнялась. То есть, дайте материалу немножечко самостоятельно распределиться. Поэтому первый мазок у вас должен идти, конечно, не от кутикулы. Отступайте от кутикулы. Под кутикулу вы всегда успеете материал подвести. Все, равномерно распределили. Капелюшечка попала на кожицу. Уберем ее. Все, можно сушить. Сушим две минуты. Сушим две минуты. Я готова поотвечать на ваши вопросы. Так, покажите, пожалуйста, флакон с желтым цветом. Увидела я флакон с желтым цветом. Вот так он выглядит. Ну, они, в принципе, все так выглядят, да? То есть, только этикеточки. Этикеточки, да? Соответственно, цвета. Так, досушиваем. Досушиваем. Я пока полистаю ваши комментарии, посмотрю. Так, как наносится лаковое покрытие. У меня не получается цвет 131. Именно лак, не гель-лак, да? Правильно? Как наносить лак. Смотрите. Подготовленная ногтевая пластина к лаковому покрытию. Выполнили педикюр. Зашлифовали поверхность. Не полируем поверхность. Последняя шлифовочная сторона пилки – это 400 единиц. Так, выровняли. Дальше, следующий этап. Обезжирили ногтевую пластину. Дали ногтевой пластине полностью высохнуть. То есть, должно пойти испарение обезжиривателя с ногтем. Далее, основа под лаковое покрытие Base Coat. Наносится тонким слоем. Помните, что лак – это не гель. Соответственно, 350 движений по ногтевой пластине недопустимо. Движения должны быть четкие, равномерно распределяющие материал. Следующий момент. Дали базовому лаку высохнуть. Сохнет лак у нас в течение 1-2 минут. Пигмента он не содержит. Соответственно, на воздухе сохнет очень быстро. Что касательно самого цвета лакового. Наносится двумя слоями. Каждый слой нужно сушить на воздухе от 5 до 7 минут. Но это я по таймеру, на самом деле, замеряла. Поэтому я такие цифры вам могу точно и говорить. Следующий момент. То есть, если у вас кистью из флакона не получается покрывать, есть специальные кисти для лака. Это белка номер 5 круглая. То есть, ну, это кисти вообще для рисования. Но иногда в магазинах для ногтевиков продаются такие кисточки. И в мое время, когда я училась на маникюре, меня учили покрывать лак именно этой кисточкой. Вот. Соответственно, то есть я до сих пор на курсах девочкам показываю, что если лак неудобно покрывать кистью из флакона, получается толсто, растекается, грязь, все дела. Соответственно, конечно, то есть есть смысл приобрести кисточку отдельную и ей покрывать. То есть слои получаются тонкие, равномерные. Отступ получается очень удобный, идеальный. И, соответственно, просыхают слои очень быстро. То есть не надо сидеть долго и сушить лак. Конечно, после того, как вы цвет просушили, наносится топ-код. Это закрепитель для лака. Сейчас топ-коды все идут быстро сохнущие. То есть они идут как сушки. Соответственно, вы, когда нанесли его, то есть он вам поверхность выровняет, он вам блеск глянцевый покрытию придаст. Ну и, соответственно, то есть он ускорит процесс высыхания, поспособствует этому. И, соответственно, носибельность лака продлит до нескольких недель. Но обычно от двух недель мы даем гарантию на лак, допустим, в педикюре. Но носят и до шести недель. То есть и такое бывает. В этом случае именно по лаку я могу вот такие рекомендации вам дать. Могу эфир провести по лаку. Хотите? Хотите? Пишите в директ. Проведу по лаку. Им нужен эфир по снятию? Вот. Еще, конечно, есть такой вот вопрос для вас, для всех. Мне, опять же, реакция очень ваша нужна и важна. Снятие с базой педикюрной и снятие с однофазным гель-лаком нужно провести эфир. Если нужно, давайте, огонечки, сердечки. Да, да, пишут. Конечно же, нужен. Значит, эфиру быть. Значит, следующий эфир проведем, покажем по снятию. Все. Прекрасно. Спасибо, девочки. Спасибо. Призыв сработал на ура. Благодарю вас. Благодарю. Так, ну что. Вернулась к вам. Спасибо вам большое, что участвовали в сегодняшнем эфире, задавали вопросы. Я надеюсь, я на многие ответила. Если не успела, не увидела, вы уж извините. Рекомендую, конечно, кто не успел, кто только присоединился к эфиру, эфир пересмотреть. Он очень полезный, особенно для мастеров педикюра, у кого есть вопросы по однофазным гель-лакам, для педикюра, по педикюрной базе. Я думаю, что на все вопросы я ответила. Если будет вдруг что-то непонятно, конечно, пишите в директ. Мне все вопросы передают, я на них отвечаю. Покажите, пожалуйста, флакон желтым цветом. Вроде показывала уже. Смотрите, вот он. Вот все цвета. Ты их забрала? А, вот они. Вот они все цвета. Посмотрите. Флакон желтым. Он так и называется, елл. Все очень просто. Желтый. Так, мы заканчиваем. Всем пока-пока. До новых встреч. Удачи вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...